Покупаешь онлайн? С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которое потратил на покупки. Что такое кэшбэк? Мы приводим покупателей в магазины. За такую рекламу они платят нам вознаграждение с каждой покупки. Часть этой суммы мы возвращаем покупателю в виде кэшбэка. Преимущество Letyshops оценили уже более 10 миллионов пользователей по всему миру. Все легко и просто. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Скоро кэшбэк появится в твоем личном кабинете на Letyshops. Вывести деньги можно любым удобным способом – на карту, мобильный или электронный кошелек. Полезный лайфхак. С помощью нашего расширения для браузера можно активировать кэшбэк в один клик, а также мониторить цены и проверять рейтинг продавцов. А наше мобильное приложение понадобится тем, кто любит делать покупки со смартфона. Зарегистрируйся на сайте Letyshops.com и получи премиум аккаунт в подарок. Ссылка в описании. 22 января 41-го года нашей эры. Утром император Каллигула был в театре. После вчерашнего его мучило похмелье. Он решил пропустить второй завтрак и отправился в баню. Он шел по этому коридору совершенно один. И здесь на него напали претерианцы. Первый удар нанесли в область шеи или подбородка. Он не погиб. Но последовало еще около 30 ударов. Поговаривают, что убийцы даже ели его плоть. Каллигуле было всего 28 лет. Он правил Римом меньше 4 лет. В истории Древнего Рима наступил переломный момент. Третий император, Каллигула, пришел, чтобы упрочить неограниченную власть, коррупцию, блеск империи. Говорят, развращенный психопат правил с помощью меча, назначил своего коня консулом и требовал, чтобы люди поклонялись ему словно Богу. С тех пор он остается символом тирании. И мы находим пугающие аналогии с ним в современности. Каллигула частенько говорил, пусть ненавидят, лишь бы боялись. Насколько правдива эта история? Он занимал трон всего 4 года и оставил мало надежных свидетельств. Чтобы отделить правду от мифов, нужно как следует углубиться в мир Древнего Рима. Побывать на полях сражений в Германии, где воевал его героический отец, и на острове Капри, где его якобы обучали премудростям правления. Нужно изучить роскошный образ жизни императора. Перед нами предстанет Рим, полный интриг, убийств и безграничной власти. Мы увидим не просто тирана, но человека. Кем же был Каллигула? Почему он запомнился как один из самых порочных злодеев Рима? Каллигула. Что это было? Рейн Германии, 14-й год нашей эры. В исторических первоисточниках Каллигула появляется вдали от Рима. Примерно с двух лет детство Каллигулы проходит в постоянных переездах вдоль северной границы империи. Он ездил из одного военного лагеря в другой с мамой и папой, одним из самых харизматических полководцев Рима. С тех пор, как установилось самовластие, прошло всего полвека. Лишь пару десятилетий назад был жив первый император. Власть оставалась в руках одной семьи, семьи Каллигулы. Отцом его был германик, представитель императорской династии с голубыми глазами, племянник Тиберия, претендент на престол. А матерью была Агриппина, внучка первого императора Октавиана Августа. Каллигула был потомком Юлия Цезаря. В Древнем Риме статуса «выше» просто не было. При рождении ему дали имя Гай Цезарь Германик, унаследованное от отца. Оно означало «покоритель германских племен». Каллигула рос на полях сражений, где его предки прославились как отважные военачальники и приобрели политическую власть. Романский музей в Ксантоне находится там, где когда-то располагался лагерь легионеров, в котором жил Каллигула. Здесь выставлена великолепная коллекция римской военной атрибутики. Медали почета, портреты родителей Каллигулы, которые некогда давали солдатам. Есть здесь и самое технически совершенное оружие той эпохи. Шлемы всадников, мечи, фрагменты устрашающих арбалетов и целое море острых стрел. Все свидетельствует о том, что детской площадкой для Каллигулы была зона жесточайшего военного конфликта. Самый интересный артефакт музея одновременно и самый непритязательный. Это прекрасно сохранившаяся римская Каллига, солдатский сапог, сделанный из грубой кожи и подбитой гвоздями. Этот артефакт связан с именем Каллигулы. В детстве, когда он жил в военных лагерях с родителями, мать одевала его как простого римского солдата. Он носил такие каллиги. Он был маленьким любимцем легионеров. Имя Каллигула представляется нам важным, императорским. На самом деле, оно досталось мальчику как прозвище. Означает оно сапожок, мальчик в сапожке, мальчик в каллиге. Повзрослевший Каллигула ненавидел это прозвище, считал его унизительным. Если бы вы спросили, как его зовут, он вполне резонно ответил бы вам «Император Гай». Но мы по-прежнему зовем его сапожком. Это значит, что враги, стремящиеся его унизить, преуспели. Он пришел бы в ужас, узнав, что мы зовем его Каллигулой. Амелия, Италия. В 60-е годы прошлого века рабочие этого города выкопали большую бронзовую статую отца Каллигулы, Германика. Когда-то она стояла на окраине города, где, вероятно, проводили парады. Он стоит в позе военачальника империи с простертой рукой и словно обращается к войскам. Рядом с этой статуей чувствуешь высокий, почетный статус человека, в чьей тени рос Каллигула. Согласно одной из версий, памятник Германику установлен Каллигулой после прихода к власти в память о событии, изменившем его жизнь. В 19-м году, когда Каллигуле было семь, германик погиб на службе в Сирии. На смертном адре он заявил, что его отравил наместник Пизон, возможно, по приказу императора Тиберия. Рим скорбел, услышав весть о гибели Германика. Говорят, жизнь в городе замерла. Простые люди плакали прямо на улице. Они писали на стенах «Верните Германика!» Не скорбели только император и его мать. Они не показывались на публике. Когда тело Германика привезли в Рим для погребения в семейной усыпальнице, они запретили подобающую церемонию похорон. Пизона предали суду, но через несколько дней он весьма кстати покончил с собой. Суд продолжился в виде публичного разбирательства. А это копия вердикта по разбирательству, отлитая в бронзе с 10 декабря 20-го года. Здесь говорится, что единственный виновный человек Пизон, который уже мертв. Но самый важный отрывок документа расположен вот здесь, внизу. Здесь сказано, что в столицах всех провинций должна быть копия данного заключения. А еще его следует разместить в зимних казармах всех легионов. Перед нами средства массовой информации в римском стиле. Это сообщение распространяли по всей империи. Напрашивается вопрос, не запоздали ли с хлопотами? Слухи вокруг смерти Германика стали причиной раздора между матерью Каллигу Агриппиной и двором. Тиберий был убежден, что Агриппина и ее сыновья участвуют в заговоре против него. ее ссылают на удаленный от побережья Италии остров. Вскоре после этого в 31-м году Тиберий отправляет 19-летнего Каллигулу на остров Капри в Неаполитанском заливе. Здесь располагалась загородная резиденция Тиберия, целая вереница императорских вилл, расположенных высоко в горах. Отсюда он правил империей. В музее острова есть артефакт, свидетельствующий о пребывании Каллигулы. Выглядит он весьма скромно, как старый римский кирпич в стене, но это единственное свидетельство проживания на Капри Каллигулы. Здесь написано его имя Гай Цезарь. Возникает вопрос, что он здесь делал, зачем Тиберий его позвал. Версий много. Возможно, здесь было легче за ним присматривать. Возможно, Тиберий испытывал к нему симпатию, а может, хотел подготовить молодого человека к императорскому трону. римские авторы потом писали, что здесь, вдали от любопытной публики, Тиберий учил молодого Каллигулу искусство тирании и порока. Они утверждали, что Тиберий устраивал оргии и предавался насилию. Неприятных ему людей он сбрасывал вниз со скалы. Римские солдаты на лодках внизу расправлялись с выжившими. Во время плавания он развлекался с маленькими мальчиками, которых называл своими рыбками. Их учили плавать между его бедрами, покусывая заги гениталии. Как бы то ни было, мы знаем, на Каллигуле отразилась атмосфера жестокости эпохи Тиберия. Жестокости, направленной и против его родных. Пока Каллигулу жил в роскоши, его мать Агриппину избивали. Она ослепла на один глаз. Когда Агриппина объявила голодовку, ее кормили силой. В конце концов, она умерла от истощения. Затем оба его брата погибли насильственной смертью. Каллигула потерял отца, мать, а потом и двух старших братьев. Остался только он и сестры. остался. Мы в очередной раз видим, чем ближе в Риме к императорскому трону, тем сложнее выжить. В запасниках британского музея есть мрачный артефакт скапри, который мог бы подытожить жизнь Каллигулы при дворе. Он похож на настоящий череп. На самом императорском столе он наверняка выглядел впечатляюще. Богатые римляне ели, пили и веселились, помня, что завтра могут умереть. Но при императорском дворе череп означал больше. Например, он намекал на жестокость императора. Все, сидевшие за столом императора, понимали, что жизнь их висит на волоске, что император благоволящий к ним сейчас, завтра может их убить. Главное не проявлять чувств и сохранять самообладание. Говорят, однажды у императора ужинала его родственница с братом. Брат внезапно умирает прямо за столом, наверняка от яда. Как она поступила? Как все хорошо воспитанные представительницы рода? Она продолжила трапезу. Мы знаем, что на Капре Каллигула научился не выказывать чувств, даже когда родных убивают одного за другим. За всей этой жестокостью стоит проблема преемственности власти, которая всегда играла в Риме важную роль. Правление государством перешло в руки одной семьи. Но со времен основателя династии Октавиана Августа в Риме не сформировалась система наследования власти. Эта фатальная ошибка отразилась на жизни Каллигулы. Наследование власти стало проблематичным по двум причинам. Во-первых, статус императора подразумевал не некую функцию обладания исключительной властью. Это сложно передать в наследство. Во-вторых, у Октавиана Августа и Ливии Друзилы не было общих детей. Таким образом, в династии не было прямого наследования от отца к сыну, потом к внуку. Когда какой-нибудь император заболевал или проявлял слабость, к власти рвались разные люди. Полководцы в провинциях, императорские телохранители в Риме, придворные, бывшие рабы во дворце поддерживали тех, кто приходился им по вкусу. А женщины из династии пытались усадить на трон сыновей. Как видите, никакой стабильности. Отсутствие стабильности, неопределенность ведут к насилию, порождают слухи о насилии. Совершенно верно. Придя к власти, Тиберий первым делом распоряжается убить своего сыльного родственника, претендента на престол. Каллигула, в свою очередь, убивает своего родственника, Тиберия Гемела, потому что он тоже мог бы стать императором. Поразительно, что ходят слухи о насильственной смерти всех императоров первого века. Способы устранения были самыми разными, вплоть до ядовитых грибов. Есть версия, что Каллигула задушил Тиберия, пока тот спал. чтобы захватить власть. Есть и другая версия, что это сделал капитан претерианцев. У императоров для таких дел есть помощники. мы не знаем, как именно умер Тиберий. Так или иначе, через два дня, 18 марта 37-го года, сенат провозгласил Каллигулу третьим императором. Теперь он мог вернуться в Рим как правитель мира. Ему было всего 24 года. В то время его, вероятно, сочли лучшим претендентом. Любимец военных, сын великого германика. Его поддержала армия. Он был правнуком Октавиана Августа, прямым потомком основателя династии. Публика была в восторге, когда он устроил пышную церемонию, посвященную своей семье. Каллигула приказал с почестями перевезти останки матери в Рим. Он похоронил ее своими руками здесь, в огромной семейной усыпальнице, построенной прадедом Октавианом Августом. В Капитолийском музее Рима все еще хранится надгробный камень, поставленный Каллигулой на могиле Матери. Это не просто рядовая надгробная плита. На камне написано «Здесь хранится прах Агриппины, дочери Марка Агриппы, внучки Августа Первого Императора». Его теперь называют Слоундеус, Бог. Она жена Германика Цезаря, знатного полководца империи, мать Гая Цезаря Августа Германика. Стало быть, императора Каллигулы. В сущности, эти слова посвящены Каллигуле. Это манифест его права на императорский трон. Каллигула укреплял свою власть и другими способами. Он чеканил монеты с собственным изображением. Деньги сыпались на римлян дождем. Щедрость Каллигулы выливалась в настоящее действо. Например, он мог подняться на второй этаж какого-нибудь здания форума и бросать деньги оттуда. Люди уносили домой немалые суммы. Что еще важнее, они получали своего рода послание императора. В данном случае император чеканил свое послание на монетах. Люди в буквальном смысле уносили в карманах императорскую пропаганду. Пропаганда Каллигулы была о его голубой крови. Здесь мы видим Каллигулу с одной стороны и его отца германика с другой. На другой монете повозка, везущая статую матери во время церемонии в ее честь. А здесь еще интереснее. Каллигула приносит в жертву быка в храме прадеда Бога Августа. Вот монета с совершенно очевидным посланием. На одной стороне прекрасный профиль Каллигулы и его имя Гай Цезарь. А с другой мы видим его на трибуне. Он с простертой рукой обращается к солдатам. Здесь написано «Адлакут», «От адлакутио», что означает обращение императора к войскам. Внизу мы видим «КОК» сокращение от когорты. Имеется в виду когорты претерианцев. Император как бы заявляет «Правителем Рима можно стать лишь при поддержке армии, независимо от происхождения и личных достижений». Современные деспоты и тираны пришли к тому же выводу «Без поддержки армии тебя сместят или, хуже того, убьют». Монеты показывают нам, как император создавал имидж, когда телевидения и радио еще не было. Помимо монет выпускали камеи из стекла и глины. Бюсты императора отправляли в разные уголки империи. Там их копировали, создавали на их основе многочисленные статуи. Возможно, вы не знали, почему голов много, а тел мало. Дело в том, что головы меняли. голову можно легко снять, а на ее место поставить другую. Заняв трон, римские императоры укрепляли власть с помощью строительства. Каллигула правил только четыре года, но в его правлении начали возводить выдающиеся инженерные сооружения. Например, он начал строить ведущие в Рим акведуки Акваклаудио и Аньеновус протяженностью свыше 60 километров. Обелиск, ныне стоящий перед собором Святого Петра, тоже появился при Каллигуле. Его привезли из Египта на огромном специально построенном для этой цели судне. Самым ярким сооружением, призванным упрочить власть Каллигулы, стал дворец на Палатине. Именно от слова «палатин» появилась английская «пелес» – дворец. Большинство здешних зданий построили уже после смерти Каллигулы. Его дворец был уничтожен пожаром 1964 года. Но Каллигула стал первым правителем Рима, изменившим стиль императорских резиденций. Теперь они больше походили на дворцы. Император далеко не всегда сидел во дворце на Палатине. Он унаследовал обширные загородные сады Ортис. Один из них Орти Ламиани дошел до наших дней. Здесь произошли события, описанные в единственном сохранившемся свидетельстве о том, как правил Каллигула. Очевидец Филон еврей из Александрии. Он пришел к императору с прошением относительно политической дискриминации в Александрии. По свидетельству мы можем понять, каким был император со своими подданными. Встретившись с Каллигулой, Филон и другие участники делегации увидели, что император занят планами по обустройству дома. Они идут за ним по саду, а он переходит от шатра к шатру, строя планы. Когда он обратил на них внимание, они встали на колени. Но это его не впечатлило. Он сказал, так вы те самые богоненавистники, которые не считают меня богом? И тут же продолжает, и вообще, почему вы не едите свинину? Один еврей поднялся и сказал, ну, многие чего-то не едят, некоторые не едят баранину. «Я их понимаю», отвечает Каллигула. «На вкус она отвратительна». Все его придворные рассмеялись. «Это прекрасное свидетельство о буднях императора». Здесь нет жестокости, нет насилия, есть даже подшучивание, но есть и унижение. Каллигула ясно дает понять, что новое стекло для дворцовых окон, куда важнее александрийских евреев. Это свидетельство, помимо всего прочего, говорит об имперской роскоши. Императоры ослепляли, поражали подданных собственным величием, демонстрируя прелести своего мира. В увеселительных садах Каллигулы мы находим признаки былого великолепия. В них стояли самые впечатляющие статуи древнего Рима. Например, скульптура Дискобол – римская копия древнегреческого шедевра. Девушку из Анцию нашли во дворце, где, как мы думаем, родился Каллигулы. И спящий Гермафродит, изысканный и шутливый в духе дворцовой жизни. С одной стороны мы видим роскошную спящую женщину, с другой перед нами определенно мужчина. В 1870-е в одном из увеселительных садов Каллигулы обнаружили поистине удивительную находку. Сотни драгоценных камней, рубины, гранаты, сердолики, кусочки горного хрусталя и янтаря в прекрасных филигранных, серебряных и золотых оправах. Когда драгоценности были найдены, никто не мог понять, что они собой представляют. Кто-то предположил, что ими украшали тронный зал. Но их так много. Наверное, ими отделывали стены дворца. По вечерам они мерцали, когда на них падал свет, а днем выглядели изумительно, возможно, слишком броско. Нам известно, что Каллигулы любил жемчуг. Один его современник утверждал, что императору нравились тапочки, отделанные жемчугом. Совсем не похоже на скромные военные сапоги, которые он носил в детстве. Как мило, коронованный император красовался перед придворными в жемчужных шлепанцах. Мы в очередной раз видим, что члены императорской семьи любили поражать подданных великолепием своего быта. Перед нами одна из самых впечатляющих фресок Древнего Рима с изображением сада. Она находилась в одной из комнат виллы Ливии прабабушки Каллигулы. В детстве император не раз бывал в этом доме. Фреска немного утопична, деревья покрыты спелыми фруктами, каждый цветок раскрыт и выглядит идеально. Но при тусклом освещении даже две тысячи лет спустя не ясно, что перед нами, настоящий сад или его изображение. Иллюзия одна из самых впечатляющих черт римского искусства. Она выводит из равновесия. Граница между искусством и реальностью размыта. Этой своей чертой древнеримская дворцовая культура пугала. Невозможно было понять, что вы видите, реальность или имитацию, настоящее или искусственное. Настоящее может оказаться ненастоящим. Однажды Каллигула пригласил кого-то на ужин. Гость увидел перед собой стол, уставленный яствами, а потом обнаружил, что вся еда сделана из золота. Ужин-то драгоценный, но что делать с гостью? Притворяться, будто он ест? И ненастоящее может оказаться пугающе реальным. Как-то Каллигула предложил оппоненту попрактиковаться на деревянных мечах. Император пришел на поединок с настоящим оружием. Все это выглядит впечатляюще, просто чудесно. Но фреска напоминает нам об атмосфере обмана и лукавства при дворе императора. Ощущение угрозы пронизывало все сферы дворцовой жизни. Угроза исходила от императора и от подданных по отношению к императору. В лабиринте дворцовых коридоров можно было встретить самых разных людей. Высокопоставленных гостей, соглядатаев, уборщиков императорского мусора. Здесь было вовсе небезопасно. Откуда императору знать, кто перед ним? Как себя защитить? Существовала система паролей. Император каждый день вводил новое слово, которое встречный человек должен был назвать. Но это далеко не все. Император приказал отделать стены дворца зеркалами, чтобы видеть всех, кто сзади. Императору всегда нужно было помнить об опасности. Положиться он мог на свою стражу и своих рабов. В одном римском музее висит табличка с перечнем обслуживающего персонала. Когда-то она висела во дворце каллигулы. Рядом с именем есть описание. Вот здесь, например, написано «Сатенинус сфер», сокращение от «сфериста», что означает «игрок в мяч». Возможно, Сатенин был личным тренером. Здесь Эргей. Он губернатор или кормчий. Вероятно, на императорском судне. А вот мой любимый человек из списка «Вернустус спек». Спек может быть сокращением от «спекулатор», что означает «сторож», но может быть и от «спекулариус». Тогда это зеркальщик, прекрасный артефакт, свидетельствующий о придворной жизни. Не стоит думать, что эти люди были слугами с низким статусом. Некоторые играли важную роль в упрочении атмосферы контроля и страха. Афет. Здесь сказано, что он инвитатор. В его видении были списки гостей дворцовых пиршеств. Римский аристократ ни за что не взялся бы за такую работу. Но люди на этой должности обладали большой властью. Ходят удивительные истории о могуществе императорских рабов и бывших рабов. У Каллигулы был раб протагенез, который носил под мышками свитки. Он играл на публику, угрожал. На одном свитке было написано кинжал, на другом меч. Внутри якобы находились списки приговоренных к смерти. Несложно понять, почему император полагался на этих своих слуг. Они не угрожали его власти, не могли претендовать на престол и по большей части были его рабами. Но это Каллигуле не помогло. Говорят, некоторые из них участвовали в заговоре. Перед нами одно из самых впечатляющих изображений Каллигулы. Мы видим человека, который боится, что его убьют. Его страхи были обоснованы. При Тиберии погибли его близкие, и он знал, что заговоры в империи неизбежны. Каллигулы живет с оглядкой, всегда на чеку. Были ли у него враги? Да, враги у него были. Их можно разделить на две категории. Во-первых, были враги из числа родственников. Они поддерживали неограниченную власть, но хотели бы сменить Каллигулу на престоле. была еще оппозиция и нового толка. Эти люди считали, что автократию необходимо устранить. Они хотели вернуть прежние времена, когда Рим был республикой, управляемой аристократией, сенатом. Наверное, самыми серьезными врагами были родственники, мечтающие о его свержении. О них мы знаем больше. Верно. его зять Эмили Лепет был казнен, поскольку участвовал в заговоре против Каллигулы. Жену Лепет и сестру Каллигулы, а также вторую сестру отправили в ссылку. Таким образом, Каллигулы чувствовал угрозу со стороны ближайших родных своих сестер. У него были основания бояться. Он знал, что убить его могут те, с кем он чаще всего общается. Да, он не знал, кто из них замышляет зло. Историки указывают на этот семейный заговор как на переломный момент в правлении Каллигулы, после которого многообещающий юный император превратился в маниакальное чудовище. На самом деле, об этом периоде жизни Каллигулы мы знаем меньше всего. Насколько реальны эти заговоры? Начал ли Каллигула терять власть? Мы не знаем. Как бы то ни было, в это время появляются истории о порочности и безумии Каллигулы. Самая известная легенда о коне императора инцитате быстроногом. Каллигулы якобы подарил ему дворец, кормил овсом вперемешку с золотом, назначил консулом Рима. На самом деле, древнеримские авторы вовсе не утверждают, что он назначил коня консулом. Они пишут, собирался назначить. Кто-то добавляет, что таковы слухи. Я думаю, что все эта шутка вполне в духе Каллигулы. Наверное, однажды за ужином с друзьями он решил разыграть гостей и сказал, вы безнадежны, я лучше назначу консулом своего коня, чем одного из вас. Но по легенде он якобы говорил серьезно. Всем нравятся рассказы о монархах и их питомцах, чего только не говорят о королеве Елизавете и ее вельшкорге. Будто бы они носят ошейники в бриллиантах, едят из серебряных мисок, а прислуживают им лакей в ливреи. Представьте нашу реакцию, назови она одной из своих собак премьером. Рассказывают не только об эксцентричных выходках Каллигулы, но и о его порочных половых связях. Говорят, что дворец его превратился в бордель, что он любил надевать женскую одежду, что своей ненасытностью изводил партнеров мужчин. Для нас Каллигула прежде всего символ половых извращений. Его имя ассоциируется у нас с пьяными оргиями, с сексом в неподобающих местах и с неподобающими партнерами, маленькими мальчиками, замужними женщинами, девственницами и даже сестрами. Если бы кто-то из нас снимал порнофильм в римском стиле, он наверняка назначил бы на главную роль Каллигулу. С годами эти истории множились и дополнялись подробностями, а появились они через много лет после его смерти. Автор большинства из них биограф 2 века Светоний. В них рассказывается о жизни аристократов и о самом Каллигуле. Есть истории о том, как сенатор идет к императору на ужин, берет жену. В процессе ужина сенатор замечает, что Каллигула покинул зал с его женой. Когда они возвращаются, раскрасневшаяся, Каллигула заявляет, а в постели она не очень. В историях есть подробное описание пиршеств. Каллигула принимает гостей на диване, те проходят мимо него по очереди. Он ведет себя как покупатель на невольничьем рынке, осматривает девушек, выбирая себе партнершу. Так император утверждает власть. Он унижает элиту самыми разными способами. Самая обличительная история о связи Каллигулы с любимой сестрой Друзилой. Говорят, что бабушка увидела их в постели, когда Каллигула был еще совсем юн. Мы не находим ни одного обвинения в кровосмешении у современников Каллигулы. Что же касается истории Светония, согласно которой бабушка нашла их в одной постели, автор пишет, так говорили люди. Да, сперва он уверенно говорит о кровосмешении, но когда доходит до подробностей, начинаются оговорки. Да, Снека, современник Каллигулы, говорит, что после смерти Друзилы Каллигулы был в крайней степени опечален. Он не знает, что делать. Едет за город, возвращается в Рим, пытается найти утешение в азартных играх, всюду появляется в ужасном состоянии. Но Сенека не связывает это с половым извращением. Истории об инцестах связаны с приходом к власти одной династии. Если раньше правители выбирали из мужчин среднего возраста в Сенате, то теперь власть и влияние пришли и к женщинам из правящей династии. Истории появились из-за неограниченной власти? Да, он был еще молодым человеком, не отличившимся на полях сражений, но получившим власть императора. У него непростые отношения с Сенатом. На этом фоне появляются рассказы о его возмутительном поведении. Пожалуй, в этих словах есть ключ к пониманию одной из проблем Каллигулы. Октавиан Август и Тиберий пришли к власти, отличившись на поле битвы, а Сапожок сел на трон в 24 года. У него не было военных или политических заслуг, способных вызвать уважение элиты. Вот почему он все время пытался упрочить свое положение, называя себя не только императором, но и богом. Между императорами Рима и богами всегда была хоть какая-то грань, но Каллигула ее растоптал. Он требовал, чтобы ему при жизни поклонялись как богу. хуже того, говорят, он превратил самое знаковое место в Риме в форум, в храм самого себя. В частности, пишут, что храм Диаскуров на форуме он сделал крыльцом своего дома. Каллигула садился меж статуи богов, ожидая, что ему будут поклоняться. Еще говорят, что он ходил на Капитолийский холм поговорить с Юпитером, а потом построил мост между Палатином и Капитолийским холмом, чтобы ходить туда было проще. Пишут, что ему в жертву приносили фламинго. Там, где был форум, от прежних зданий ничего не осталось. Но археолог Генри Херст обнаружил кое-что под землей. Он говорит, что все эти истории могут быть правдивы. Мы копали везде и нашли прекрасно сохранившиеся остатки, которые удалось датировать примерно 40-м годом нашей эры, периодом правления Каллигула. Здесь располагался просторный двор. Он уходил в сторону холма. За ним было какое-то большое помещение и снова большой двор. Там, где мы стоим, находилось огороженное место с монументом. Если собрать все помещения воедино, перед нами возникает дворцовый комплекс. А с другой стороны был храм Диаскуров. Да. Таким образом, рассказа о том, что Каллигула расширил резиденцию до форума и превратил храм в некий вестибюль, находит подтверждение в виде руин под землей, которые идут к задней стене храма. А мост к Юпитеру, который Каллигула якобы построил, длина его должна была превышать 250 метров. Он должен был висеть на 30-ти метровой высоте. Самое рациональное предположение деревянный пешеходный мост, проложенный от верхней точки по крышам зданий и заканчивающийся на Капитолийском холме. Конечно, он не сохранился. Но тут есть кое-что любопытное. То, на чем мы стоим, очень похоже на опору римского моста в Вероне. Поэтому мы предположили, что и здесь могла быть опора для моста. Эту версию подтверждают сделанные нами измерения. Храм за нами находится примерно этажом выше. Говорят, Каллигула бросал монеты с крыши базилики Юлия. Она тоже примерно этажом выше вон там. Мост должен был находиться на том же уровне, чтобы связать все эти объекты. Сперва горизонтально, потом вверх на холм? Совершенно верно. Этот мраморный столб может свидетельствовать о масштабе амбиции Каллигула на пути к славе. Сегодня трудно отделить правду от вымысла. Он находился у власти всего 4 года и археологи редко находят артефакты, которые можно уверенно отнести к его правлению. Одну такую находку обнаружили недалеко от Рима. Это озеро Неми, одно из самых любимых мест Каллигулы. Здесь соединяются воедино все мифы. Безудержная расточительность, обожествление и даже насилие. В древности оно носило название «Спекулум Дианай» – «Зеркало Дианы». В 30-е годы прошлого века археологи нашли здесь что-то совершенно потрясающее – два огромных корабля. Они были такие большие и роскошные, что стали символом невоздержанности Каллигулы. Неудивительно, что итальянский тиран 20-го века потратил целое состояние, чтобы вытащить их из ила. Он соорудил для них огромный музей на берегу озера. Деревянная обшивка кораблей была уничтожена во время Второй мировой и есть только реконструкции, но многие металлические элементы сохранились. Мы точно знаем, чьи это корабли. Здесь сказано Гай, Цезарь, Август, Германик. Они принадлежали Каллигуле. Интересно, зачем на корабле трубопровод? Возможно, по трубам в ванну Каллигулы поступала горячая вода. Цветоний оставил нам яркое описание других кораблей Каллигулы. Носы, украшенные драгоценными камнями, паруса из багряного шелка, ванные комнаты, отделанные алебастром и бронзой. Корабли острова Неми считали мифом, но в 20 веке их нашли. Сохранились не только металлические детали судов, но и предметы имперской роскоши. Колонны из греческого мрамора, жуткие головы горгона медузы, огромные золотые руки, прекрасно отлитые швартовые рымы с изображениями волков и львов, балюстрада из литой бронзы. Существует немало версий в отношении предназначения кораблей. Кто-то говорит, что они связаны с религией. Возможно, здесь Каллигула общался с богиней Дианой при свете луны. Возможно, один был храмом египетской богини Исиды, а может, оба роскошных судна были для увеселений. Больше всего богатые римляне любили строить на воде. Возможно, Каллигула была в их числе. Корабли озера Неми остаются для нас загадкой. На озере есть одно место, свидетельствующее о нраве Каллигулы. На берегах озера было много храмов и святынь, построенных за сотни лет до Каллигулы. Один храм заставляет задуматься, может, он сам накликал на себя убийство? Когда-то здесь находилось святилище Дианы, богато убранный храм в роще священных деревьев. Храм Дианы отличался некоторыми странностями. У жреца был титул «Царь Неми» «Рекс Неморенсис». Пост жреца занимал беглый раб. Чтобы стать жрецом, он убил предшественника. Человек, желающий стать царем Неми, приходил в рощу, находил особое дерево и отламывал от него ветку. Если ему удавалось отломать ветку, он бросал вызов действующему жрецу, и они сражались насмерть. Победитель становился царем. Но над ним уже висел смертный приговор из-за новых претендентов. античные писатели, которые видели жреца Дианы, говорят, что у него всегда был при себе меч, и он постоянно оглядывался. Понятно, почему. Ритуал назначения жреца восходит к примитивной религии. Говорят, Каллигула им восхищался. Он приказал рабу убить жреца и занять его место. Мы не знаем, зачем Каллигула это сделал. Возможно, хотел предать религии жестокость. А может, это был обыкновенный садизм. Но судьба царя Неми очень напоминает судьбу императора Рима. Оба постоянно оглядывались. Возможно, Каллигула тоже обратила на это внимание. Но никакие предосторожности Каллигуле не помогли. 22 января 1941 года его убили. Он просидел на троне три года, десять месяцев и восемь дней. Многие этапы жизни Каллигулы остаются для нас тайной. Зато о смерти мы знаем довольно много, благодаря подробному описанию еврейского историка Иосифа Флавия. Питер Уайзмен ведет меня на то самое место, где, по его мнению, на Каллигулу императора Гая напали его собственные телохранители. Подошел офицер притерианской гвардии Касси Хирея. Каллигула его не боялся? Нет, он давно его знал, но Касси был организатором убийства. Хирея достает оружие и наносит ему сильный удар. Гай зашатался, он пытается бежать. Последний удар ему нанес с Акила. Поэтому Акиле приписывают убийство императора Гая. Каллигулы. Люди обрадовались смерти тирана? Некоторые да. Нужно понимать, что Каллигула был очень популярен у народа. Он был Цезарем, сыном Германика, правнуком Октавиана Августа, праправнуком Юлия Цезаря. Все эти люди слыли героями и Каллигула тоже. Народ рассердился, когда сенаторы и военные убили прославленного Цезаря. Убийство произошло не по воле большинства, а по воле протарианцев. В заговоре участвовало несколько высших чинов из гвардии и несколько сенаторов. Мы точно не знаем, чего они добивались. вероятно, Хирея и остальные были идеалистами, надеялись, что убийство Гая положит конец автократии в Риме, что императоров больше не будет. императоров они, наверное, ставили перед собой благородную цель свержения автократии, возвращения к республике, голосованию. Но очень скоро трон был занят дядей Каллигулы, Клавди. Конечно, кому нужны претарианцы, если нет императора его семьи. Это предательство показало, что власть в Риме принадлежит не императору, а военным. В истории Каллигулы есть еще одна, последняя глава, в которой мы вновь коснемся его плохой репутации. Мы знаем, что нападки на Каллигулу продолжились и после смерти. Дабы оправдать убийство, новый режим объявил Каллигулу тираном. Незавершенные сооружения были присвоены к Клавдиям, который оставил на них свое имя. На некоторых монетах убирали его портреты, инициалы. На многих статуях заменили или уничтожили голову. В прекрасном римском музее Монте-Мартини есть довольно странный бюст дяди Каллигулы, нового, во многом не менее порочного императора. Он свидетельствует о переходе власти. Лицо действительно как у Клавдии. Мужчина средних лет, хмурится, как на других изображениях. Но есть у него это странного вида кромка из пышных завитков. Сзади можно увидеть, что похожие пышные завитки убрали довольно грубо. Все дело в том, что тут статую Каллигулы переделали в статую Клавдия. Выглядит странно, но если голова венчала большую статую, снизу она выглядит не так уж плохо. И да, очень похожа на Клавдия. Вот таким образом стирали память о Каллигуле. Теперь все должны были прославлять Клавдия. Кстати, эта голова как бы намекает нам. Новый император это прежний император с несколько измененным лицом. Глядя на эту голову, мы понимаем, почему нам трудно отыскать настоящего Каллигулу. Его истинное лицо утеряно в кровавом перевороте. Искать его нужно в самых удаленных уголках. В тени героического отца на полях сражения Германии. Среди кирпичей дворца на Капре, где он узнал о гибели матери и братьев. В роскоши кораблей, обнаруженных на дне озера Неми. Мы знаем, что некоторые мифы о нем правдивы. Паранойя, невоздержанность, самообожествление. Остальное совершенно неясно. может, Каллигула сам сочинял истории об убийствах и безумии, чтобы поддерживать атмосферу страха. А может, они приклеились к нему подобно прозвищу Сапожок, когда Клавдий решил очернить его имя и оправдать убийство. Так или иначе, в Каллигуле впервые соединились все признаки тирана. Возможно, именно поэтому он оставил в нашем мире столь внушительный след. Глядя на Каллигулу, люди вот уже две тысячи лет размышляют о злоупотреблении властью. Человек и миф, а разделить их довольно трудно, вызывают целую вереницу вопросов о жестокости, порочности, самообожествлении, о лжи автократов, об их страхах. Однако Каллигула заставляет нас обратить взгляд на самих себя. Как мы должны реагировать на тиранию? Может, нам есть чему поучиться? Мы ведь недовольные армейские командиры, решившие избавить Рим от чудовища. Да, они добили его уже лежащего на полу, но потом получили все то же самое. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok